Важность оформления ТЗ, я думаю, не надо никому объяснять. Это очень тонкий момент, и тут нужно очень много извлекающих вопросов задавать. Извлекающие вопросы не что вы хотите, а как вы себе это представляете, как это будет. Вот результат по факту. И вот как вы себе это представляете, какой результат будет, как это должно быть, что вы будете чувствовать под руками, вокруг себя и так далее. Вот это тонкие моменты, прям наберите в интернете извлекающие вопросы, и высветятся либо видеоролики, либо какая-то информация, какие они бывают. А что именно, почему вы решили, что так может быть, а где вы такое видели, а почему вы решили, что в вашем случае это получится. Это все извлекающие вопросы, которые глубинно клиента должны вот так вот расковыривать, потому что зачастую ему нужно не то, что он просит. И он имеет право не знать правильную терминологию. Он к вам обращается как к специалисту, и вы должны понимать, на что вы его толкаете, двигаете. И в этом случае это получается обычно наша ошибка, когда мы не то даем, потому что не выяснили просто элементарно потребности. Расскажи какую-нибудь конфликтологию, как раз более жестокую. Все равно уже бывают такие неадекватные. Сейчас вот выставка была «Красивые дома». Мы стояли там на стенде, покупали стенд, и с клиентами много очень коммуницировали, очень многих консультировали, очень много благодарных клиентов. Но были единичные случаи, когда клиент подходил и просто начал кричать. Что? 2000 рублей за метр квадратный? Да никогда. Причем это самая одна из, ну не то чтобы низших цен была, но такая достаточно усредненная. И суть в том, что некоторые люди приходят реализовать себя на вас. Вот это тоже такая грань. И были ли у тебя такие клиенты, которые вот прям пользовались тобой, что тебя можно купить в аренду в виде твоей услуги и реализовывать себя на тебя? Да, вот как раз таки хорошо бы прописать это в договоре. Не реализовывать себя на меня, да? У меня был конфликт, когда я всегда делаю больше, чем положено по работе по своей, но когда уже просто садятся на шею и в энный раз просят переделать проект, а внутренне уже не хочется переделывать его. Я думаю, что так у вас тоже часто бывает, когда вот энергия, она заканчивается, что нет ни вдохновения, ни силы работать с таким заказчиком. Вот тогда получается конфликт, когда из тебя вот, из тебя выжимают, а ты уже не можешь. Это, знаете, некое просто правило игры в моем понимании. И для многих людей, я прости, что за тебя отвечаю. Вот для многих людей это, знаете, классика взаимоотношений. То есть вот тогда он себя спокойно чувствует. А так как дизайн интерьера – это вообще полный вопрос неизвестности с точки зрения общения с клиентом. Вот для него, у него слишком много страхов и подозрений, и он должен хоть на что-то опереться, чтобы психологически быть готовым к этому вопросу. Потому что на самом деле большое горе, когда до суда доводятся какие-то конфликтные ситуации. Потому что там, во-первых, как человеку, который оказывает услуги, очень сложно победить. Даже если правильно, есть там лайфхак такой, что формулировку надо правильно соблюсти. Это должен быть договор не о оказании услуг, а договор на творческий продукт. И тогда в творческом продукте хоть розетки на потолке могут быть. Это все равно законно, потому что я так вижу. Я творческая личность. Но, тем не менее, это не истории уже про сарафан. Это не истории про «жили долго счастливо». Это такой некий стресс. Может быть, разочек стоит через него пройти, но мне кажется, проще стать хорошим психологом с точки зрения… Просто это в жизни больше полезно, не доводить до конфликтной ситуации. Твой жизненный опыт. Что у тебя было? Я всегда заключаю с заказчиком договор. Договор, даже если какой-то совсем очень маленький проект или совсем немного нужно по нему сделать. Потому что в договоре я прописываю тоже права и обязанности. Во-первых, то, что получит заказчик в результате. Иногда на встрече он может не услышать или в ходе работ забыть. Если это дом, то он ведется минимум год. И человек даже забывает, когда он платил. А мы в договоре сразу прописываем. То есть он оплатил, я сразу ставлю дату, когда. И он видит, когда ему нужно дальше действовать, когда дальше платить. Те чертежи, которые он получит, количество эскизов. То есть все это мы прописываем для того, чтобы в течение года не забылись наши договоренности. Вот.